Приветствую, друзья! Сегодня у нас на обзоре беспроводной мобильный ЦАП SMSL-B1, он же Bluetooth ресивер, очень интересный девайсик. Поговорим о нем поподробнее. Приходит ЦАП вот в такой вот коробочке SMSL-B1 Bluetooth ресивер. Да, это Bluetooth ресивер, но я предпочитаю его назвать беспроводным мобильным ЦАПом, потому что он им собственно и является. SMSL, тут ничего, тут ничего интересного. Адрес производства и снизу мы имеем полные технические характеристики. Из интересного, что здесь? Walson WM8524G, это ЦАП, то есть реальный ЦАП Walson, трансмиттер CS8406, усилитель на наушнике это MAX97220A, интерфейс это Bluetooth 4.2 с APTX, NFC есть, аккумулятор 800 мАч, то есть до 24 часов работы на одном заряде, это круто. Зарядка примерно два с половиной часа, выходной уровень на наушники это 66 мВт на 32 Ом, разрешение звука до 16 бит 48 кГц, ну соответственно для APTX, да, высшего APTX просто нет. Выходы это три с половиной миллиметров аудиоразъем для наушников RCA, коаксиальные, оптические и размеры 80 на 71 на 25 и вес 158 грамм. Собственно все это написано вот здесь, а сверху у нас обозначение, где что находится и что обозначает какой цвет светодиода. Вот такая вот коробочка, коробочка плотная, ну собственно на мой взгляд выглядит достаточно стильно и все содержимое нормально, то есть как и ни пина и все будет хорошо. Что было в комплекте? Комплектация вот такая вот скромная, с одной стороны это у нас гарантийный талон, действительно инструкция не нужна, вся инструкция находится вот здесь, так что гарантийного талона хватает. Я поначалу искал инструкцию, есть USB на microUSB, нужен этот кабель исключительно для зарядки, то есть это реально Bluetooth ресивер или беспроводной мобильный ЦАП. То есть он ни к чему по проводу не подключается, только по Bluetooth. То есть вот этот провод нужен только просто, чтобы его заряжать. И антенка. Как же выглядит сам ЦАП, друзья? Выглядит он вот таким вот образом. Довольно просто все. Очень прикольный, очень приятный регулятор уровня с включением. Когда он включается, видно, что здесь есть у нас индикаторный светодиод, он разными цветами горит. Есть выход на наушники, очень приятно, кстати, реально классно крутится, имеет ограничения на максимуме, минимум и после минимума он выключается. SMSL, два винтика, B1. Собственно, спереди все понятно. Сбоку ничего нет, здесь тоже ничего нет. Это металл, друзья. Сверху у нас есть вот такой вот вроде бы как экранчик, но на самом деле это не экранчик, это просто NFC-метка. То есть, да, можно подключиться при помощи NFC. У меня, к сожалению, в смартфоне NFC нет, так что эту функцию я не проверил. Ну и также здесь мигает светодиод для Bluetooth. То есть это не экран, друзья, это просто выглядит как экран. И все. Снизу четыре ножки. Ну, собственно, эти ножки выдают то, что он у нас, ну, должен ставиться на что-то, но в любом случае, друзья, его можно использовать и как портативный ЦАП, то есть брать его с собой. Он маленький, легкий, в принципе, ну вот в руке он лежит, да, в руку положил. В принципе, в любой карман влезет, но ножки выдают то, что он должен стоять на столе. Огромнейший плюс, что он работает 24 часа с одного заряда. Это реально очень круто. Ну, вот так вот. Сигнал принимает, как я уже сказал, только по Bluetooth, и может дальше гнать его в цифру, в аналог. Ну, собственно, об этом говорит нам задняя часть. То есть здесь мы видим, кроме винтиков, да, оптический выход коаксиальный, линейник RCI и, собственно, вот подзарядку DC 5 вольт и антенка. Это у нас антенка. Так, антенка вот так вот легко закручивается. И, собственно, мы ее ставим так, как нам удобнее. То есть обычно она вот так делается, да, как-нибудь. Но мне удобнее всего использовать вот таким вот образом. Вот так вот выглядит устройство, друзья. И, собственно, это практически весь функционал. Как я уже сказал, он принимает сигнал по Bluetooth, гонит сразу цифровой на коаксиал или оптику, и через линейник можно подключить, например, какую-нибудь технику, да, вашу, например, старую технику, которая не умеет по Bluetooth, при помощи этой штучки можно подключить, ну, собственно, дать ей Bluetooth возможности. Что можно сказать, друзья? В отличие от Bluetooth наушников, беспроводной ЦАП дает целый ряд приоритетов. Это подключение качественных проводных наушников и, конечно, куда более внушительная начинка. В обычных Bluetooth-ушках что мы имеем? Это в основном какой-то кодекс со встроенным усилителем, а тут у нас полноценный ЦАП от Вольсон с выделенным усилком на наушники, это Max 97220. Собственно, такого звука сегодня в беспроводных наушниках просто нет. Кроме того, SMSL B1 способен выполнять, как я уже говорил, и пару сопутствующих функций, например, как цифровой источник через коаксиал или оптику, ну или как полноценный ЦАП через линейный RCA выход. Но самое главное, друзья, вот то, что я вот реально ценю в данном устройстве, это то, что он мобилен и способен на одном заряде отыграть целых 24 часа. Металлический корпус работает долго, носить его можно, конечно, с собой, но это не очень удобно. Но, с другой стороны, иногда народ носит такие бутерброды, что да. По поводу Bluetooth, конечно же, поддерживает APTX. APTX это что у нас? Это 16 бит 44,1 или 48 кГц и битрейт 352. Все, собственно, удобно. Можно смотреть, например, телевизор и слушать звук из данного ресивера. То есть, где-нибудь сесть удобно в кресле, без всяких проводов от телека. Приятно посмотреть. Можно, как я уже говорил, дать новую жизнь старой, но очень качественной по звуку техники. Ну или просто слушать музыку, например, со смартфона, откуда угодно. Вот все, что может запитать по Bluetooth, передать звук, да, можно подключить в данном устройстве. Я, например, подключал смартфон и какой-нибудь TV-бокс, да, можно подрубить из такого, самого простого планшета, естественно. В процессе работы никакого нагрева я не заметил. Это тоже огромнейший плюс. Ну и, собственно, пора бы перейти к звуку. Конечно, использование Bluetooth для получения звука накладывает сильные ограничения по качеству. В совокупности с APTX, SAP выжимает из полученного сигнала все, на что тот вообще способен. Естественно, при дотошном изучении на каких-нибудь сверхдетальных наушниках легко улавливается небольшая замыленность, ну, собственно, которая дает сжатие. Но, как вы понимаете, если выбирается Bluetooth, то подобные изыски – это откровенный перебор. На мой взгляд, звучание SMSL-B1 соответствует, ну, примерно, да, MP3 с битрейтом 320 при проводном подключении, то есть чуть меньше верха и небольшая размытость от сжатия. При тщательном сравнении разница, конечно же, заметна, а вот при обычном прослушивании музыки, на мой взгляд, уже не так очевидно. Я ее улавливал в основном в частоте прозрачности и яркости на VG. Хотя, скорее всего, притушины верха – это особенность реализации ЦАПа, поскольку в APTX, в отличие от MP3, высокие частоты не обрезаются. И хотя я уже несколько раз отметил недостачу в прозрачности, однако к детализации у меня вообще никаких вопросов нет. Тембры живых инструментов насыщенные, яркие, богатые своими нюансами. Так контрабас звучит немного замедленно, но все равно отрабатывает NCH-паттерн с довольно хорошей динамикой. Синтезированный бас не может похвастаться скоростными атаками, но по глубине и проработке однозначно зачет. Вопросы к средним частотам имеются только в совокупности с VG. Мужской и джазовый женский вокал передаются с хорошей экспрессией и вовлеченностью. Возможно, конечно, тут дело Вольсон, но слушать SMSL B1 чрезвычайно комфортно. Звук буквально как домашние тапочки – знаком и приятен. Духовые струнные инструменты раскрываются в присущей им манере. Чуть-чуть хочу поругаться, друзья, на VG. И действительно немного недостает, но ощутить это можно лишь при прямом сравнении на перкуссии, которая кажется прибранной на задний план. По стилям, на мой вкус, слушать можно все что угодно. Звук яркий, сочный и очень комфортный. Наушники тоже можно выбирать любые, но имейте ввиду, тугие полноразмеры цапик может и не подтянуть, поэтому ограничились внутриканалками или полноразмерными низкоомами. Сцена, естественно, проработка в глубину, конечно, страдает, но, на мой вкус, мало отличается от проводного решения с, например, плохо подобранным операционником. Итогом. На мой взгляд, SMSL B1, будучи беспроводным цапом, играет, может, чуть проще аналогичного проводного, но при этом позволяет полностью избавиться от кабелей и дает потрясающую мобильность на целые сутки непрерывного использования. Признаюсь, очень хочется таскать его везде с собой, но, судя по ножкам и торчащей антенне, это не совсем то, на что рассчитывал производитель. Хотя народ такие бутерброды городит и такие кирпичи в карманы засовывает, что данный цапик может еще показать класс по портативности. В сухом остатке, SMSL B1 очень хорошо показывает себя с наушниками. При помощи RCA им можно заметно поднять уровень старой какой-нибудь аудиосистемы качественной, а по коциалу или оптике добавить беспроводных функций в любимый стационарный цапик. По габаритам и времени работы очень мобильно, а по звуку приятно, музыкально и по-домашнему кайфово. Да, я, честно говоря, ожидал намного меньшего, поэтому остался абсолютно доволен. Это был SMSL B1. Ссылочку положу в описании. Очень приятный, комфортный аппарат. Беспроводной мобильный ЦАП, он же Bluetooth ресивер. Можно вот так вот его или вот так расположить. В общем, маленький, компактный и очень-очень классненький. SMSL B1. На этом всем спасибо. Всем пока-пока.